Сразу после утверждения порядка работы сессии, секретарь горсовета Валентина Лютикова выступила с открытым обращением президента Украины, которое планируется направить в Киев. Необходимость обращения к главе государства продиктована резонансным законом о языках, судьбу которого вскоре решит подпись президента. Власти города встали на сторону горожан, для большинства из которых русский сегодня остается языком мышления. У нас в городе проводилась акция в поддержку русского языка, было собрано более 15 тысяч подписей и учитывая мнение большинства наших керчан, предлагаю принять обращение к президенту Украины. Не так давно тот же вопрос поднимали керчане во время встречи с советником премьер-министра Украины Анатолием Толстоуховым. Это неудивительно, по данным городского управления статистики, русский язык считают родным более 70% граждан. Мыслить и общаться на русском в пределах региона, считают власти города, это не нарушение конституции, а напротив, конституционное право этих людей. Керчан и жители Темрюкского района, Краснодарского края связывают многовековые кровные и дружественные узы. Мы говорим на одном языке, дышим одним воздухом, живем на одной земле, нам нечего делить. Мы за тесный союз Украины с Россией, за демократическое развитие страны, за развитие традиций и культур всех народов, проживающих на территории многоционального Крыма и Украины. Решение отправить главе государства обращение депутаты поддержали единогласно. Также, кроме этого, на сессии рассмотрели около 70 вопросов. Горсовет проинформировали о работе постоянной комиссии по вопросам управления коммунальной собственностью, регулирования земельных отношений, приватизации. Внесли изменения в бюджет. Они касались увеличения доходной и расходной части в размере более 2 миллионов гривен. Эту сумму потратят на нужды образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Следующую сессию Горсовета проведут в августе.